МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В статистике только 2% россиян отказываются воспринимать полуостров частью России. И еще 1% респондентов затрудняется ответить на этот вопрос. Ну, а некоторые южноуральцы и вовсе отправятся на полуостров в поддержку Крыма. У нас в студии председатель собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов, который тоже собирается это сделать. И также член президиума областного совета за возрождение Урала Павел Большаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сразу, Павел, поправить? Потому что бывают такие ошибки в эфире, ничего страшного. У нас митинг будет завтра в 13 часов. А, завтра в 13 часов. То есть я бы хотел, чтобы это отложилось под сознание, что все-таки в 13 часов. И лидер нашего движения за возрождение Урала Борис Дубровский будет его открывать. Это раз. Причем традиционно. И представьте себе, что вся страна празднует третью годовщину, а в Челябинске мы проводим четвертый митинг. Почему? Да потому что движение за возрождение Урала еще до воссоединения с Крымом проводили митинг в поддержку. То есть мы говорили, мы уральцы говорили, что мы всегда поддерживаем Крым. И что и произошло, и слава богу. Я только хочу сказать, что наше вот движение за возрождение Урала, единственное в России движение долгожитель, нам позавчера исполнилось 23 года. Но представьте себе, что в наше движение очень много коллективных членов. И буквально на днях вошло движение «Соцгород», известное в Челябинске. И, например, даже ассоциации музеев Южного Урала и так далее. То есть мы такое вот достаточно известное движение, которое и организовывает, и проводит этот митинг. Всегда это все делаем мы. А сколько ожидается гостей на митинге? Когда мы проводили три раза на площади революции, у нас было 5-10 тысяч. Причем первый раз и снег шел, а и все равно было до 10 тысяч. В этот раз у нас ограничено пространство. Кировка возле Глопочтампа. И сложно сказать, сколько туда тысяч войдет. Во всяком случае, мы сейчас пользуясь возможностью, чтобы вы нас пригласили, мы приглашаем всех челябинцев и южноуральцев. На этот митинг завтра в 13 часов. А сейчас я хотел бы перевести все-таки разговор на Крым. А Игорь, один из первых на Урале и в Сибири, туда поехал с поисковиками. Вы опять собираетесь на полуостров? Ну, собственно говоря, южноуральцы, челябинцы были и остаются первыми в разных областях жизни. А вот что касается общественно-политической активности и нашего побратимства, так мы, наверное, первые в России, кто сделал это на межмуниципальном уровне. И Еткульский муниципальный район, и город Крым, Армянск, который находится на северном перешейке, Перекоп, знаете, наверное, да? Мы первыми в России заключили это побратимское соглашение. Еще с 2014 года, с первых моментов элементов воссоединения Крыма с Россией, мы там были с просветительскими задачами с общественным знанием России, подружились, крепко познакомились. И с тех пор туда ездит наш поисковый отряд Центра патриотического воспитания «Росток» и Фонда патриотического воспитания. Мы, кстати, вы первые журналисты, кто получает нашу сувенирную продукцию побратимскую. Завтра ее получат участники нашего митинга. А 7 апреля, в день начала освобождения Крыма, наши друзья из Армянска. Более того, наш военно-шевский совет, который тоже является... ...уникальным четвертьвековой историей объединением, посетит наш подшефный большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Севастополе. Мы передадим с героем России Сергеем Зябловым шашки для знаменного взвода. И наши ребята будут там работать первыми, опять же-таки, откроют вахту памяти в Крыму. Мы вместе с депутатом Государственной Думы Дмитрием Вяткиным и с Павлом Васильевичем посетим наше учреждение образования, культуры. И от имени нашего фонда в рамках социального проекта, который получил федеральную поддержку вот уже третий год подряд, будем награждать наш город-побратим специальным наградным знаменем за развитие лучших патриотических традиций России. Это будем делать мы, уральцы. Вы понимаете, какое-то огромное количество работы вы ведете одновременно, это, конечно, удивительно. Игорь Васильевич с первого дня возрождения Урала, то есть 23 года, и его темп работы не ослабевает 23 года. Другое дело, что это замечает, там, условно говоря, пресса или общественность, или не замечает, ему все равно он уралец. Более того, я скажу так, Павел Васильевич несколько индивидуализировал нашу работу, но я вам скажу, что и весь наш Едкульский район, и наши ребята из центра Росток, наши друзья в Челябинске, Златоусте, Чебаркуле, мы дружим, и дивизии нашей танковой, и пограничники Горного Алтая, все прекрасно понимают, что Крым – это особая точка на карте, с которой Урал связан неразрывно. Не только силой наших военных традиций, но и культурных, исторических традиций. Ведь с нашим Златоустовским оружием Крым освобождался от фашистов, Крым воссоединялся с Россией, наши работники науки, труда ставили там заводы, фабрики, школы. Ну, это все действительно бесспорно, нам уже подсказывают, что у нас достаточно ограниченное время. А приглашение можно? Да, да. Вот знаете, в вашу программу уже полюбили все поэты, мы здесь выступали с Ниной Ягодинцевой, Международный день писателя. Я хочу просто всех предупредить, что во вторник будет Всемирный день поэзии. И сегодня Возрождение Урала выпустило второй уже разворот стихов, это литературная студия «Степь» в Троицке. Да, литературная студия «Степь». Им во вторник, во Всемирный день поэзии, исполняется 91 год. Вам для сравнения союз писателей всей России 83 года, а литературным днём «Степь» в Троицке 91. Поэтому я приглашаю на праздник поэзии в Троицк во вторник, 21-го Всемирный день поэзии. Друзья, ну... За столь раннее утро и за ранний визит еще раз приглашаем всех южноуральцев завтра в 13 часов на праздничный митинг. И благодарим вас за пополнение музея программы «Наше утро». И вам огромное спасибо. И вам огромное спасибо. В студии о патриотизме и возвращении Крыма мы говорили с председателями собрания депутатов Еткульского района Игорем Михайловым. И членом Президиума областного совета за возрождение Урала Павлом Большаковым. Ну а далее обзор интернета.